Московская Москва, 134 и 27 ФМ. Московские новости на радио Московская Москва. В эти выходные в Крылатском пройдет рок-фестиваль «Брызги». Три аккорда и много разливного. Вот так вкратце охарактеризовали организаторы концепцию мероприятия. Динамо, 200? 200. За 200 на метро поезжай. Тут цена 500. Эй, парень, куда ехать? Динамо, 200. Поехали. Дорогу покажешь? Эй, парень, а ну стой. Иди садись. Слышь, парень, поехали со мной за 100. 50. Эй, слышь, давайте так поедем. Мне все равно по пути. Стой! 100! Тебе! Садись! 200! Деньги вперед, поехали! Садись! Сколько в Москве дорогая проститутка стоит? Не знаю, тысяч пять. Вот. А тут 200. А удовольствие несравнимое. Москва – это настоящий город контрастов. Город, где на одной лестничной клетке соседями могут быть люди, материальное состояние которых отличается в тысячи раз. Угу. Более того, люди, чье материальное состояние отличается в тысячи раз, могут запросто работать в одной студии. Коля, не начинай. А что такое? Нечего было себе все премии забирать. Да тихо ты, но мы же в эфире. Нахрен с этого радио. Здорово, сосед! Ясно, ты тоже тут по хозяйству хлоплотишь, да? А мы с женой холодильник размораживаем. Кто это еще взял и забил мусоропровод? Вот не могу ведро икры выбросить. Она уже испортилась, наверное. О, а я смотрю, ты тоже ведро черное выкинул. Все-таки вот мы странный народ москвичи. Что-то покупаем, 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 а потом выбрасывать приходится. А между тем же есть люди, которые нуждаются. Они же есть где-то, которые голодают. Они бы у меня это ведро с удовольствием бы съели. Слушай, а ты можешь мне это ведро отдать? Легко! На! Держи ведро! Что, мало? Держи, я тебе сейчас второе ведро от оситрины освобожу! Московская Москва. Сто тридцать четыре и двадцать семь ФМ. Ну вот, смотри. Вот явно, явно нарушитель едет. Вот этот? Да. А что он нарушает? А вот это Митька. Мы с тобой должны выяснить, что он нарушает. Ведь мы с тобой кто? Мы дорожные ищейки. Под булочками пахнет где-то. Капитан Тулупов. Пожалуйста, права техпаспорта. Да, конечно. А я что-то нарушила, да? Как это что-то нарушила? У вас вон машина поцарапана, а справка ДТП, небось, отсутствует. А я не помню никакого ДТП. Как это вы не помните? Да судя по этой царапине, вы, наверное, ребенка сбили. Девочку, которая с катка шла, вот так коньки на плече неслала, вы ее сбили, она пролетала и вот всю машину вам расцарапала. А что же теперь делать? Ну, протокол составлять, это 7 тысяч. А можно как-то без протокола? Ну, без протокола можно, это будет 5 тысяч. А, ну, конечно, без протокола. Да? Что, а как я сказал? Не-не-не, я перепутал. Это просто с протоколом 5, а без протокола 7. Итого 5 плюс 7 это 14 с половиной. Да. Округляем. Да. 15. Ну, так как вы красивая, вам 17, так и бы. Спасибо. Секундочку. Тренируешься? А, да. Тренируешься. Это вы здорово придумали. Я хочу быть таким же, как вы. Давай. Честным, принципиальным и богатым. Дорогой мой Юрий Михайлович, пишу я вам уже не в первый раз, а ответа от вас так и не дождался. Поэтому будьте добры, передайте письмо Дмитрию Анатольевичу. Дорогой Дмитрий Анатольевич, обращаюсь за помощью к вам. Жить в Москве становится просто невозможным. Юрий Михайлович так занят геями, что приезжими совсем не занимается. А по мне так лучше геи. Во-первых, выглядят они опрятнее. А во-вторых, среди них москвичей большинство. На мой взгляд, пора закрыть московско-российскую границу. Ну, или хотя бы ввести визовый режим. Ну, за всем прощаюсь. Надеюсь на ваше понимание и содействие. Искренне ваш Сергей Арбатов.